всем привет есть очередные интересные события новости ситуации и заявления поговорим о германии беженцах политики экономики украине россии е.с. о новых угрозах и о интересных моментах так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу и так в германии в связи с необходимостью реформирования политики предоставления убежища предложили практически отменить возможность просить убежище в германии руководитель парламентской фракции хдс и хсс торстен фрей заявил что право отдельных лиц спросить убежище на европейской территории должно быть отменено и заменено квотами на прием беженцев в европе по его мнению эти 300 400 тысяч беженцев в год должны обратиться непосредственно за границей а затем распределяться в европе подача заявления на европейской территории было бы уже невозможно получение социальных пособий и возможности трудоустройства будут полностью исключены фрей обосновывает свое требование тем что практика в европе основанная на индивидуальном праве на убежище глубоко бесчеловечно и угрожает обществу потому как у любого кто слишком стар слишком слаб слишком беден или слишком болен нет шансов женщины и дети часто де-факто исключены из человеческих прав но предложение фрея подверглась критики со стороны всех других партий представленных бундестаге и вызвало много дискуссий так что и вы не забудьте написать свое мнение по такому предложению дальше дефицит жилья в германии перспективы жилищного строительства в германии крайне далеко от оптимистичных потому как в мае количество разрешений на строительство резко сократилось почти на 26 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года такая негативная тенденция наблюдается уже в течение года кроме того исследователи ожидают еще более сильного спада количество новых жилых единиц в многоквартирных домах и домах на одну семью вероятно упадет до 177 тысяч согласно исследованию в лучшем случае в текущем году должно быть двести двадцать три тысячи квартир в 2022 году построено 295 тысяч единиц нового жилья то есть цель поставленная федеральным правительством 400 тысяч новых квартир в год явно не будет достигнута согласно предварительным расчетам аналитики ожидают сокращение реальных инвестиций в жилищное строительство почти на 21 миллиард евро в этом году и на 16 миллиардов евро в следующем году для того чтобы хотя бы частично компенсировать прогнозируемый спад частных инвестиций в строительство исследователи выступают за заметное дальнейшее увеличение государственных расходов на социальное жилье это могло бы не только предотвратить крах в строительной отрасли но и увеличить долю более дешевых и энергоэффективных квартир говорится в исследовании тенденция на рынке недвижимости в германии в последнее время показывает что существенно не хватает жилья а из-за большого потока беженцев возрос спрос на аренду жилья соответственно цены также выросли а социального жилья строится все меньше то есть государство не очень хочет финансировать такие проекты в результате для малообеспеченных семей все больше сокращаются варианты доступного жилья по данным экспертов основными причинами снижения объемов строительства являются удорожание строительства и ухудшение условий финансирования после восьми подряд повышений процентной ставки европейским центральным банком до нынешних четырех процентов кредиты на строительство заметно подорожали следующая новость в результате очередного удара российских войск по одесской области уничтожены 60000 тонн зерна и повреждены портовые сооружения в одессе и черноморске об этом заявил в среду 19 июля министр аграрной политики и продовольствия украины николай сольский по данным сольского в ночь на 19 июля были атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах одессы и черноморска последним была выведена из строя значительная часть инфраструктуры больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков николай сольский отметил что на восстановление объектов пострадавших минувшей ночью по оценкам специалистов потребуется не менее года кстати в связи с выходом россии из зернового соглашения и такого критического удара россии по зерновым терминалом и инфраструктуре в портах одессы и черноморска мировые цены на пшеницу резко выросли по данным на 17 июля цены на пшеницу на чикагской сырьевой бирже выросли сразу на 6,7 процента а после атаки в ночь на 19 июля цена на пшеницу уже выросла более чем на 8 процентов министр иностранных дел германии анна-лена бербак резко осудила последние удары российской федерации по одессе отметил что россия своими действиями создает продовольственный кризис в своем twitter бербак обратила внимание что россия после объявления о выходе из черноморской зерновой инициативы вторую ночь подряд атакует одессу по словам бербак путин лишает мир всякой надежды на прибытие украинского зерна каждая из его бомб бьет и по беднейшим людям мира также бербак добавила что хотя путь через черное море вряд ли возможно полноценно заменить мы поддерживаем украину и президента украины владимира зеленского чтобы сделать все возможное и найти альтернативные маршруты экспорта напомню о европейских путях солидарности водным железнодорожным и дорожным транспортом а тем временем после окончания действия соглашения об экспорте украинского зерна россия причислила корабли следующие в акватории черного моря в украинские порты к возможным противникам по состоянию на полность четверга корабли будут классифицироваться как потенциальные перевозчики военных грузов заявили в минобороны в москве кроме того страны по чьим флагом грузовые суда заходят в украинские порты в будущем будут считаться сторонами конфликта а также что ряд морских районов северо-западной и юго-восточных частях международных вод черного моря объявлены временно опасными для судоходства кстати в белом доме уже заявили что россия установила дополнительные морские мины на подходах украинским портам черном море пресс-секретарь совета национальной безопасности сша адам хочешь заявил что официальные лица сша располагает информацией о том что россия установила дополнительные морские мины на подходах украинским портам также адам хочешь сообщил что россия может атаковать гражданские суда в черном море и обвинить в этом украину после решения кремля выйти из черноморской зерновой инициативы по его мнению это скоординированные усилия направленные на то чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в черном море и возложить вину за эти нападения на украину и последняя новость новая помощь в размере 20 миллиардов евро для украины европейский союз готовит предложение о создании специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года объемом до 20 миллиардов евро будущий фонд как предполагается будет компенсировать государством членам расходы на закупку и передачу украине боеприпасов ракет и танков а также финансировать обучение украинских военнослужащих хотя через европейский фонд мира евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь украине она происходит через транши которые могут блокироваться отдельными государствами членами кроме того объем фонда быстро исчерпывается и лишь недавно его пришлось увеличивать по словам дипломатом брюссель стремится утвердить предложение до осени вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока